Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! Пора куличей. Сегодня я готовлю кулич вот такой вот творожный и для него нужна глазурь. В видео глазурь я хочу записать отдельно, что сейчас и сделаю. Пока куличи будут остывать, мы готовим кулич... глазурь, извините. Глазурь, которую мы приготовим для пасхального кулича, будет в составе... будет желатин. То есть я беру полторы чайные ложки обычного желатина и три столовые ложки воды, обыкновенной холодной воды. Так, это все смешаю и сейчас вот так вот перемешаю и оставлю желатин для набухания. То есть желатин должен набухнуть. Здесь быстро растворимый, у меня, не знаю, обычный, обычный желатин. Дальше беру кастрюлю и в эту кастрюльку в сотейник я насыплю один стакан сахара, 200 граммов, потому что есть стакан 250, но мы насыпем 200 граммов. Сотейник. И вот видите, неполный стакан сахара. Но можете взвесить на весах 200 граммов. Почему? Вот я готовлю эту глазурь очень часто. Потому что есть глазурь еще очень удобная, которая готовится с помощью сухого молока. Ну, если нету сухого молока, то желатин есть и сахар есть. И самое главное, здесь нету белков, здесь нету страха то, что вы используете сырые белки и какая-то может быть неприятность. Значит, я насыпала сюда 200 граммов сахара. И сейчас я сюда немножечко водички налью и вот это вот растворю, этот сахарочек. Сейчас, одну секундочку. Сахара добавляю где-то чуть меньше половинки, чуть меньше. Нам жидкость нужна для того, чтобы сварить из сахара сироп. То есть сейчас я должна закипятить вот этот сахар или прогреть. Самое главное, чтобы сахар растворился. Иду к плите. Так, ну что, желатин набубняивается, то есть уже он хорош. Готовим сейчас миксер, потому что мы будем глазурь взбивать. У меня миксер с двумя насадками, вообще быстро взобьется все. Я вам сейчас покажу, вот смотрите, сироп вот такой он стал. Видите, сахар растворился. И сейчас я введу вот желатин, такой набубнявленный стал. Вот такие кусочки, видите, я введу, но кипятить не буду. Мы не должны кипятить. Введу и сразу вот прогреется желатин. И сразу даже можно не ставить уже на огонь. Но я здесь брала кипяченую воду для желатина. И будем взбивать. Я беру, потому что горячо. Ставлю вот этот сотейник и выливаю сюда желатин. Так, желатин вылила. Ложечкой которой я перемешивала сироп, перемешаем. Все, желатина нету, он растворился в горячем сиропе. И теперь начинаем взбивать. Взбиваем как обычно. Здесь степень взбивания определяется как побелее, так все, достаточно. Видите, какая пена сразу. Можно перелить в пластиковую посуду. Но у меня не ржавейка, мне не страшно. У меня ничего не отобьется. Я специально, извините, немножечко жужжу. Но чтобы вы видели, как обыкновенный сироп начинает белеть. Начинает густеть. Держу немножко под углом, чтобы не выскакивало. И вот таким вот макаром я взбиваю, взбиваю, взбиваю. Пока глазурь не станет у нас густенькой. Видите, какая она уже белая. Все, взбиваю, останавливаться нельзя. Вот смотрите, масса немножечко редковатенькая такая вроде получается. Но вы не переживайте. Самое главное, что она стала белая, белоснежная. Если вы хотите, чтобы масса у вас была более воздушная, то тогда сироп вы должны проварить до нитки. Когда начнет сироп уже, знаете, такими бульбашками покрываться, тогда у вас масса забьется очень быстро. Но мне это не нужно, меня устраивает это. Поэтому вот такая вот консистенция. И вот такую консистенцию я оставляю. Потому что все это у нас застынет. У нас здесь есть желатин. Поэтому переживать за то, что не застынет, не нужно. Все, вот так вот быстренько побелела масса и все. Я не знаю, как вам показать, какая белая она. Белая, белая, белая. Вот она. Все, и теперь этой массой легко и просто вы берете эту массу, наносите на куличи. Еще раз повторюсь, если вы хотите, чтобы масса была более пышная, тогда сироп уваривайте до нитки. То есть мы уже с вами неоднократно готовили сироп до нитки. Это варится, варится, варится сироп, пока начинаются такие вот бульбы пухать. Все, берем теперь кулич, какой у вас есть, и наносим эту глазурь на кулич. Я люблю наносить глазурь на горячий. Так оно лучше. Даже не горячий, неправильно я сказала. Теплый кулич, тогда хорошо все это будет держаться. Ну и понятно, что вы понимаете, что кулич. Вот смотрите, какая масса. Я люблю, когда с кулича прямо так стекает. Можно нанести один слой, потом немножечко подождать и еще один нанести. И у вас будет прекрасно покрытый кулич. Я сейчас это все сделаю. И на этом образце покажу вам, какая глазурь, как она выглядит. Ну, на самом деле это очень просто. И самое главное, что пасха у вас высокая. Будут вот эти потеки, они застынут. И это будет очень-очень красиво и вкусно. Что я вам хочу сказать. Смотрите, я вроде болела, и оно такое вроде немножечко жидковатое было. Ну, во-первых, еще кулич сам горячий по себе. А вот сейчас я вот подбираю то, что стекло, видите. И оно уже как резинка. То есть, если у вас даже жидковатая лазурь получилась, вот как здесь у меня остатки, смотрите. Она постояла, желатин начинает хвататься. И уже, смотрите, какое густое. Смотрите, видите. Вот. Поэтому не спешите, даже если у вас немножечко... Видите, все, оно уже не стекает. Это я просто по-быстрому, потому что один кулич, а два рецепта. И тут у меня немножко, конечно, лопнуло сама это, поэтому не... Смотрите, какая красивая глазурь получается. Не спешите. Просто по этим двум большим куличам у меня глазури маловато. Но так вообще, она чуть-чуть, пять минут постояла, и вы наносите ее, нигде даже граммулечки у вас не стечет и не скапает. Вот я сейчас подбираю. Я просто пытаюсь вот эти дырочки немножко залепить. Ну, как получится. Все, тарелку вытираю, чтобы она была чистая. И сейчас чем-то украшу. Смотрите, глазурь, я уже с ложки ее не могу снять. Видите, какая она? То есть, чуть-чуть дайте ей застыть в посуде, в которой вы ее готовили. И смотрите, видите, вот. И она у вас так хорошенечко растечется, красиво. Ну, все-таки объем паски и моего коржа, это две большие разницы. Но это экспериментальная просто показа, потому что я уже говорила вам сто раз, что я не люблю до паски показывать изделия вот в форме паски. Все, смотрите, какая красота. Сейчас немножко украшу и все. Но глазурь блестящая. Глазурь хорошо держится. О, смотри, какие уже висят. Вот видите, вот бам, приклеилась. А поначалу вроде бы жидковато, прямо стекала. Но мне нужно было пропитать вот эту шапку потресканную, поэтому я давала побольше. Все, мои хорошие, желаю вам, чтобы у вас все хорошо получилось. Глазурь отличная, глазурь готовится быстро. Все у вас получится. Главное, что она будет как птичье молоко. Пока, смотрите и готовьте. Ну что, мои хорошие, рецепт глазури. Это отдельное видео. Вы посмотрите. Вот у меня глазурь, которая осталась вот на ложке. Смотрите, смотрите, какая она густая. Когда вы будете делать на куличи, не спешите ее наносить, потому что у вас куличики будет небольшая шапочка. И, ну, у меня немножко порвало, потому что творожное, вы понимаете. И все, все готово. Сейчас я подтираю. Вот я убираю, где у меня лище. Смотрите, какая глазурь. Смотрите, видите, как она льется. Вот она. Белая, белая, белая. И без вот этого, знаете, неприятного, ой, ложкой потянула, неприятного запаха белков. Я, честно говоря, не очень люблю запах белков. Поэтому вот эта глазурь именно для тех, кто не любит запах белков. Все, все дырочки, которые были у нас на поверхности, я спрятала. Сейчас подтираю тарелочку. И можно насыпать какую-то отделочку, какую-то, как она называется, скажите. Видите, какая глазурь тягучая. Смотрите. Видите? Все. Оформляю. Вы понимаете, что у вас будет больше этой глазури. Она будет более густая. И вы покройте свои пасочки. Они будут белоснежные. И самое главное, что эта глазурь, она не будет браться к рукам. И когда вы понесете кулич с такой глазурью в церковь, она не отвалится, она не отсыреет. То есть это кулич, то, извините, это глазурь, это то, что вам нужно. Пожалуйста. Готовьте. Пусть у вас все получается. До новых встреч. До свидания.